здравствуйте дорогие любители вязания сегодня мы будем с вами вязать вот такой необычный красивый узор красивые рельефные листья между рельефных дорожек с косичками мастер-класс я делаю по просьбе дарьи р она прислала к нам свою просьбу на электронную почту дарья прислала вот такую фотографию к сожалению качество лучше мы не нашли мы нашли что эта модель от интернет-магазина манга дарья просила помочь разобрать и этот узор но так как к сожалению по фото узора мы схемы не делаем мы обратились к ирине нашей давней знакомой по схемам которые мы уже сделали много мастер-классов дарьи Субтитры сделал DimaTorzok Она разбирает сложные узоры, составляет схемы и вот любезно согласилась и составила схему к этому узору. Давайте быстренько я пробегусь по этой схеме. Сразу скажу, что в магазине модель связана машиной. И любое машинное вязание будет отличаться от вязания ручного. Поэтому Ирина всегда предупреждает, что она составляет схему так, как она и увидела этот узор. Может быть он не будет точь-в-точь, но что он будет похож, это 100%. Я хочу добавить, что накиды на машине и связанные на спицах, они выглядят немножко по-разному. Но узор похож, узор этот и мы сейчас его свяжем. Схема Ирины, она для кругового вязания. Это значит, что все условные обозначения на ней нужно читать как лицевые ряды. При поворотном вязании мы в изнаночных рядах будем петли читать наоборот. Пустая клеточка это лицевая петля на лицевой стороне. В изнаночном ряду мы будем вязать ее изнаночной петлей. И наоборот, если будет изнаночная петля в изнаночном ряду, то мы будем вязать ее лицевой петлей. В этом узоре все ряды вяжутся по схеме. Раппорт узора составляет 21 петлю в ширину и 12 рядов в высоту. Если вы вяжете по кругу, то вы набираете нужное количество раппортов по 21 петле. Если вы вяжете поворотным вязанием, то я советую в начале узора еще провязать одну петлю для симметрии узора. Я вот у себя здесь провязала в начале узора одну изнаночную петлю. Но мы с вами будем вязать точно по схеме Ирины. Набираем на спицы 23 петли вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Перед началом вязания я советую провязать нулевой ряд изнаночными петлями. Этот ряд изнаночный, он не входит в раппорт узора, но так как у нас сразу в первом ряду начинаются перекрещивания петель, то будет удобнее, если мы провяжем нулевой ряд перед узором. Провязали нулевой ряд, он не входит в раппорт узора и начинаем вязать узор. Первый лицевой ряд. Сразу после кромочной мы перекрещиваем 4 петли в правую сторону. Можно взять дополнительную спицу, но я обхожусь без дополнительной спицы. Две петли оставляем за работой. Можете, кто вяжет с дополнительной спицей, то оставляете на дополнительной спице за работой. Провязываем две петли лицевыми. И петли, оставленные за работой, тоже вяжем лицевыми. Далее 4 петли перекрещиваем в левую сторону. Две петли оставляем на дополнительной спице перед работой. Провязываем две лицевые петли, оставленные перед работой, мы тоже вяжем лицевыми. Это мы провязали дорожку с косичками. Далее у нас будет одна изнаночная и вяжем ажурный узор с косичками, с листьями. Две лицевые, две вместе лицевой с наклоном влево, накид. Еще раз. Две вместе лицевой с наклоном влево, накид. Одна лицевая, накид и две вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиными петлями и мне нужно петли развернуть, чтобы провязать их с наклоном вправо. Далее будет две лицевых и одна изнаночная в конце ряда. Во втором изнаночном ряду мы петли вяжем по рисунку. Здесь в этом узоре два ряда, когда петли вяжутся по рисунку. По рисунку это значит мы вяжем петли так, как они перед нами лежат. Лицевые петли мы вяжем лицевыми, изнаночные изнаночными. Накиды мы здесь провязываем изнаночными. Третий лицевой ряд. Одна изнаночная, лицевая, две вместе лицевой с наклоном влево, накид, пять лицевых. Накид и две вместе лицевой с наклоном вправо. Одна лицевая, одна изнаночная. Четвертый изнаночный ряд, одна лицевая, пять изнаночных. Одна лицевая, пять изнаночных. Одна лицевая и четыре петли перекрещиваем в левую сторону. На изнаночной стороне мы здесь тоже перекрещиваем петли. Две петли оставляем перед работой. Провязываем две изнаночных. Петли оставлены перед работой тоже вяжем изнаночными. И четыре петельки перекрещиваем в правую сторону. Оставляем две петли за работой. Провязываем две изнаночных. Петли оставлены за работой тоже вяжем изнаночными. То есть в изнаночном ряду мы точно так же перекрещиваем по четыре петли вправо и влево. Только мы провязываем их изнаночными. А на лицевой стороне они у нас провязались как лицевые. С наклоном вправо, с наклоном влево. Пятый лицевой ряд. Восемь лицевых. Пятый лицевой ряд. Одна изнаночная. Две вместе лицевой с наклоном влево. Накид. Две лицевые. Две вместе лицевой с наклоном влево. Вот видите, у меня лицевая петля лежит удобно, изнаночная неудобно. Мне нужно ее тоже развернуть, чтобы она не получилась скрещенной петлей. Две вместе лицевой с наклоном влево. Накид. три лицевые накид и 2 вместе лицевой с наклоном вправо 1 изнаночная в конце ряда шестом изнаночном ряду мы тоже провязываем петли по рисунку всего в двух рядах мы вяжем петли по рисунку седьмой лицевой ряд сразу после кромочной перекрещиваем 4 петли с сначала в правую сторону 2 петельки оставляем за работой и провязываем 2 лицевые петли оставлены за работой тоже вяжем лицевыми и 4 петли перекрещиваем левую сторону оставляем 2 петли перед работой провязываем 2 лицевые и петли оставлены перед работой тоже вяжем лицевыми вот эту косичку тут конечно надо петли вязать чуть слабее чем обычно далее будет 1 изнаночная 11 лицевых и 1 изнаночная в конце ряда 8 изнаночный ряд 1 лицевая 4 петли перекрещиваем в левую сторону 2 оставляем перед работой провязываем 2 изнаночных петли оставлены перед работой тоже вяжем изнаночными далее у нас будет 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная и 4 петельки перекрещиваем вправо 2 петли оставляем за работой провязываем 2 изнаночных петли оставлены за работой тоже вяжем изнаночными и далее до конца ряда у нас петли по рисунку 1 лицевая 8 изнаночных 9 лицевой ряд 8 лицевых 1 изнаночная 4 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном влево накид 5 лицевых и 1 изнаночная в конце ряда 10 изнаночный ряд лицевая 11 изнаночных 1 лицевая перекрещиваем 4 петли сначала в левую сторону 2 петли перед работой провязываем 2 изнаночных петли перед работой оставлены тоже вяжем изнаночными и 4 петли перекрещиваем в правую сторону 2 петли оставляем за работой провязываем 2 изнаночных петли оставлены за работой мы тоже вяжем изнаночными 11 лицевой ряд 8 лицевых 1 изнаночная 4 петли перекрещиваем в левую сторону 2 петли оставляем за работой в правую сторону я прошу прощения в правую сторону 2 петли оставляем за работой вяжем 2 лицевые петли оставлены из работы тоже вяжем лицевыми далее будет 3 лицевых и 4 петли перекрещиваем в левую сторону 2 петли перед работой оставляем и провязываем все 4 петли лицевыми 1 изнаночная в конце ряда 12 изнаночный ряд 1 лицевая 5 изнаночных 1 лицевая 5 изнаночных 1 лицевая 8 изнаночных мы привязали с вами один рапорт ширину один рапорт высоту далее узор повторяется с первого ряда и когда мы провяжем несколько рапортов мы получаем вот такой красивый узор давайте скажем спасибо дарья за идею мастер-класса ставьте лайки если вам понравился этот узор пишите комментарии подписывайтесь на наш канал присоединяйтесь к нам везде где мы есть в интернете все ссылки у нас под каждым нашим видео я желаю вам здоровья и мира добра и позитива удачи и ровных легких петелек пока пока